Сергей Леонидович, с 1 сентября вместо прежнего оператора ООО «Сочи Водоканал» зашел и работает наш МУП «Водоканал». Скажите, какая инвестиционная программа есть у нашего предприятия и какие условия подключения новых абонентов? Инвест-программа рассчитана до 2022 года на 5 лет. Сумма инвестиций, которая потребуется для ее исполнения, ориентировочно 10,5 миллиардов рублей. Из них около 2% это заемные средства, а все остальное это плата за подключение потребителей. Плата за подключение рассчитывалась за 1 кубометр по воде и за 1 кубометр по водоотведению. Она составляет 40 268 рублей за 1 кубометр воды в сутки и 40 393 рубля за 1 кубометр стоков в сутки. Также установлена плата за удаленность от точки подключения. То есть с 1 января ни один потребитель не должен строить сети до границы земельного участка. Заплатив определенную сумму денег, он будет получать точку подключения прямо у себя на участке. С 12 декабря в МУПе действуют новые тарифы на водоотведение. Все мы знаем, что цена на воду не изменилась, но вот на водоотведение, то есть, как мы говорим в народе, на канализацию, цена изменилась и выросла на 25%. Чем вы это можете объяснить? У нас действительно тариф с 12 декабря стал составлять 28 рублей 52 копейки. По отношению к 22 рублям 75 копеек это на 25% выше. Но по отношению к той стоимости, которая была до нас до 1 сентября, это 31 рубля 34 копейки для населения и 38 рублей 0,4 копейки для юрлиц. Это для населения ниже порядка 9%, а для потребителей юрлиц это где-то на 25% ниже, чем было до 1 сентября. Коснулись на встрече и вопросов формирования клиентской базы. По словам Сергея Винарского, прежний управляющий не передал МУПу данных абонентов. Поэтому собирать их пришлось сначала. Некоторое время у окошек водоканала скапливались большие очереди, сейчас проблема решена. Полностью работы завершатся уже к концу первого квартала.